Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет начинаем читать книгу пророка Наума. О самом Науме мы не знаем почти ничего. Известно лишь, что он, как сказано в надписании этой книги, в первом стихе, был Элкосиянином, то есть происходил из какого-то селения Элкош. Пророчество о Неневии. Такой заголовок у книги. Книга видений Наума Елкосиянина. Блаженный Иероним отождествляет это селение Элкош с Кфарнахумом. Кфарнахум хорошо известно нам это селение, этот город даже. Хотя слово Кфар переводится скорее деревня. Нам Кфарнахум известен как евангельский Капернаум. Капернаум, более точное произнесение этого топонима, Кфарнахум. И вот блаженный Иероним, отец церковной экзегетики, отождествляет вот этот Элкош первого стиха книги Наума с Кфарнахумом. Но, к сожалению, доказать этого научно невозможно. Для нас, читателей книги Наума, важно не столько происхождение пророка, сколько его пророческая проповедь, его пророческая весть. Вот что пишет об этой вести один из пионеров литературно-критического метода в библиистике, покойный Луис Алонсу Щекель. Гораздо важнее не происхождение Наума, а то, что он входит в число великих иудейских поэтов. Никто, как он, не описывал с таким лиризмом захват и разграбление великого города и сопровождавшее это событие панику, волнение и вопли. Его техника состоит в коротких, сополагаемых друг другу штрихах. В его описаниях – импрессионизм и патетика. Порой в стихи вторгаются разные персонажи. Образы льва и саранчи очень прорисованы, с оригинальными чертами. Парад подобных слов делает его стих богатым и трудным, пишет испанский библиист Луис Алонсу Щекель. Начинается эта проповедь такими словами. «Господь есть Бог ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих». Врагами и противниками здесь у Наума, да и на протяжении всей его книги, называются ассирийцы. Неневия, столица Ассирии, город Нинве. В 612 году этот город был захвачен вавилонянами. Закончилась ассирийская эпоха, началась эпоха ново-вавилонская. В 612 год до Рождества Христова. В этом 612 году совершилось то, о чем предсказал пророк. Совершился захват вавилонянами Неневии. И навсегда Неневийская держава, которую историки называют первой, сверхдержавой, державой, стремившейся к мировому господству, Неневия ушла навсегда в историю вместе со всей Сирийской империей. Наум воспевает в своей книге наказание Неневии и воспевает его с гневом угнетенного. Что такое ассирийская эпоха, очень хорошо знают историки. Сохранилось много памятников на аккадском, на арамейском языках, памятники древнеассирийской письменности. И анналы ассирийских императоров, и множество документов в той эпохе клинописных сохранилось. Со времен древних израильских царей, со времен амридов, грозная тень ассирийской империи нависала над Израилем и над Иудеей. И во времена Теглад-Паласара III, великого реформатора ассирийского, который произвел широкомасштабные военные, политические, административные реформы, власть ассирии при Теглад-Паласаре III стала уже настолько мощной и крепкой, и сильной, что никто не мог ей противиться. Никакие коалиции антиассирийские, возглавляемые чаще всего Египтом, не имели успеха. И постепенно эта железная машина ассирийской империи с ее ударной конницей, с ее новыми родами войск, которые вел Теглад-Паласар III в армии, покончила с независимостью всех ближневосточных государств, вплоть до Египта удалось в дальнейшем захватить Египет тоже на короткое время ассирийцам. Так вот, тогда же была уничтожена и независимость Израильского, Северного царства. 722 год, год падения Шамрона, столицы Израильского царства, то есть Самарии, и депортация ремесленников изнати в коренную Ассирию, и смешение простого народа Амгаарец с пришлым населением, депортированным, в свою очередь, из восточных пределов Ассирийской империи. Здесь пророк Наум, пророк не израильский, а иудейский, грозно предвозвещает падение самой Неневии. Казалось бы, сверхдержава, тоталитарное государство, могучее, сильное, жестокое, жестокое, словно Левиафан или Бегемот из Библии. Но это государство не вечно. И мы должны научиться из пророческой книги Наума тому, что никакие самые сильные, крепкие и могучие государства не могут существовать вечно. Каждому из них когда-нибудь приходит конец. Вечно только Царство Господне, вечно только Божественное Слово. И те, кто его извещают, святые пророки, они нас вразумляют. Русская поговорка есть такая, «Пророк Наум наставит Наум». Вот пусть же и нас, дорогие друзья, наставит Наум, святой пророк Божий Наум. Итак, Господь есть ревнитель и мститель, говорит Наум. Единственная тема, доминирующая во всей книге, за исключением одного-двух стихов, может быть, это падение Ниневии, это божественная месть страшного и гневного Господа, месть ассирийца, месть Ниневии, отмщение за угнетаемый иудейский народ. Иудея была в вассальной зависимости от Ниневии с времен Теглат-Паласара как раз. И ежегодно выплачивалась дань, и царь иудейский признавал, подписывая вассальный договор, господство над собой ассирийского царя. Ну а что такое маленькое государство во власти великого, историки тоже хорошо знают из документов, из анналов, когда иудейские послы или сам царь оказывались перед сирийским императором, будь то Теглат-Паласар, Салмонасар или Саргон, много их было в те времена, то они оказывали, например, такие знаки ему своего почтения. Семь раз падали на живот перед ним, потом семь раз на спину, потом на карачках подползали к императору, то, что называется в псалтире, лизать прах. Кланялись ему лицом до земли, сохранились даже изображения ассирийские, где царь Еху и Иусина дальнего перевода совершают земной поклон перед ассирийским царем. Вот таким было положение. И эта грозная тень ассирийцев всегда нависала над Израилем и Иудеем. С израильской независимостью было полностью покончено, и на несколько частей поделено было израильское царство, и каждая из этих частей стала столицей, не столицей, а административным центром, в котором уже правила полностью ассирийская администрация. Стала провинцией ассирийской империи. Ассирийцы не мудрили, они бы называли просто свои провинции по названиям главного города. Так и была провинция Мегиддо, потом провинция Шамрон, то есть Самария, когда столица была захвачена. В гневе и ярости слов Наума слышится не только торжество Божие, его божественное отмщение ассирийцам за Иудею, за ее такое униженное положение вассальное, но я думаю, что и за Израиль. У пророков иудейских тревожила, конечно же, и судьба рассеянных по просторам ассирийской империи, даже депортированных частично в Мидию, десяти израильских колен. Пророк пророчествовал, видимо, в конце VII века, незадолго до падения Ниневи, когда уже собирались полчища Вавилона для того, чтобы сбросить иго ассирийцев. Вавилонское царство наступало, ново-вавилонская эпоха, как ее называют историки. Господь долготерпелив, читаемый в третьем стихе, и велик могуществом, и не оставляет без наказания в вихре и в буре шествие Господа, о, облако пыль от ног Его. Всем при чтении этих слов, конечно же, вспомнится символ веры, содержащийся в Пятикнижии, где говорится «Господь долготерпелив и многомилостив, медлен на гнев» и так далее. Несколько раз повторяются эти слова, и не только в Пятикнижии, но и, например, «Богоявление Ильи», описанное в третьей главе книги Царств, где повторяется эта декларация, где Господь возглашается как долготерпеливый, многомилостивый. Здесь Наум меняет эту формулировку. Да, Господь долготерпелив и велик могуществом. Про Его милость, про Его милосердие здесь ничего не говорится. Ниневия не будет иметь пощады. Вот в этом весь Наума, его проповедь кардинально отличается от вести пророка Ионы. Тема проповеди пророка Ионы и пророка Наума одна и та же. Это тема Ниневии, тема Ассирии, тема тоталитарного государства и его судьбы. И из книги Ионы мы читаем, что Ниневия покаялась. Иона пророчества. «Пройдет сорок дней, и Ниневия будет разрушена». Точнее, там глагол «Афах», Ниневия будет перевернута. Который этот глагол можно перевести, как и Ниневия обратится. Вот как переворачивает таз, например, кверху дном. Вот так же будет перевернут этот город, говорит пророк Иона. Но когда Господь милует Ниневию, покаялся царь, сидящий в Ниневии, покаялся, наложил на себя пост, весь народ и даже скотина. Ее заставили каяться, его пить от голода. Иона очень огорчился. И огорчился тем, что Господь помиловал. А вот у Наума нет вести о помиловании Ниневии. Господь долготерпелив. Он долго терпел торжество зла. Этот апофеоз зла для Израиля, для иудеев. Ниневию жестокое и бесчеловечное астерийское царство. Но этому долготерпению приходит конец. И Господь великий могуществом. Он более велик, чем Ниневия. И не оставит Ниневию без наказания. В вихре и в буре шествия Господа, пыль от ног его. Когда движется большое войско по сирийской степи или по Междуречию, жарким летом, то пыль подымается столбом и заслоняет все небо. Вот Господнее шествие, оно еще более величественное и более впечатляющее. Здесь вавилоняне, они исполняют волю Божию. Они покончат с независимостью Ниневии. И Ниневии и астерийскому царству придет конец. Наступит новая эпоха. Новая Вавилонская, она не будет более благоприятной для Иудейского царства. Новый Вавилонский царь Навуходоносор осадит Иерусалим, захватит город и будет покончена с монархией в Иудейском царстве. Последний царь-помазанник будет ослеплен, его дети будут умерщвлены, вся знать и двор, и ремесленники будут депортированы в Вавилонию. Но произойдет это через несколько десятилетий после падения Ниневии. А пока, пока Господь проявляет свою власть и могущество на Ниневии. Вообще вся власть в руке Божией. Он суверен. Он кого хочет, того и ставит царями и повелителями на земле. А когда наступает необходимость, Господь их руками других царств и государств свергает. Далее вот этот торжественный гимн продолжается в 4 стихе. Ниневия воспевает гнев Господень. Запретит Он, то есть Господь, морю, и оно высыхает, и все реки иссякают. Вянет васан и кормил, и блекнет цвет на Ливане. Зеленеющий башан, зеленеющий кармель, эти на горе северной части Палестины. Цвет на Ливане. Ливан здесь имеется в виду ливанские горы, в которых много высокогорных растений. Все это цветет, благоухает. Но вот блекнет цвет на Ливане. Вот это описание гнева Господня, Его могущества и силы и власти, оно здесь приобретает поистине такой природный, космический размах. Далее увеличивается это. Горы трясутся пред Ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом Его, и вселенная, и всеживущая в ней. Суд Божий над Ниневией приобретает космический масштаб. «Пред негодованием Его кто устоит?» задает на ум риторический вопрос. И еще один риторический вопрос. «И кто стерпит пламя гнева Его? Гнев Его разливается, как огонь. Скалы распадаются пред Ним». А вот дальше, в седьмом стихе, говорится действительно о благости Господней, но благости не по отношению к Ниневии, а по отношению к иудейскому народу. «Благ Господь убежище в день скорби и знает надеющихся на Него, несмотря ни на что, иудеи, пророки иудейские и часть народа продолжали надеяться на Господа». И не в вассальных договорах со Сирией видели залог своей безопасности, а в том, чтобы полагаться на Господа, в том, чтобы хранить договор, завет с Ним, с Господом. Далее, восьмой стих. «Но всепотопляющим наводнением разрушит до основания» Далее курсивом добавляется Ниневию от переводчиков. «Разрушит до основания, и врагов его постигнет мрак». Врагов иудейского царства постигнет мрак. Обращается далее он к врагам иудеи, к ассирийцам. «Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится. Ибо сплетшиеся между собою, как терновник, и упившиеся, как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома». Здесь Слово Господне. И сам Господь, Он как огонь попаляющий, всепожирающий пламя, а ассирийский народ, как солома. Может ли солома, сухая солома, выдержать натиск божественного огня? Конечно, нет. «Из тебя», — далее говорит пророк, то есть из Ассирии, из Ниневии, произошел, умыслившись злое против Господа, составивший совет нечестивый. Так говорит Господь. «Ко Амар Адунай». Прямая речь Господа. Пророки не свои речи изрекают. Они лишь озвучивают божественную весть. Они глашатые Божьего Слова. Так говорит Господь. Хотя они безопасны и многочисленны, ассирийцы, у них крепостные стены, у них мощная армия, но они будут посечены и исчезнут. «А тебя, хотя я отягощал, более не буду отягощать». Эти слова, последняя фраза, обращены к Израилю. Господь не будет больше отягощать свой народ ассирийским отягощением. «А тебе, ассур». Слово «ассур», то есть «ашур», «ассирия», добавлено здесь курсивом, синодальным переводчиком для связанности текста. Речь идет об Ашуре. К ней обращается, к Ассирии обращается Господь устами пророка. «А тебе, ассур, Господь определил, не будет более семени с твоим именем. Из дома Бога твоего истреблю истуканов, икумиров, приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь в презрении». Действительно, Ассирийская империя навсегда исчезла из истории, из исторической карты мира. Она исчезла тоже, и никогда больше не будет названия ни одного государства с таким названием, с названием Ашур, с названием Ассирия. Ассирийцы остались. Есть народ, который считает себя потомками древних ассирийцев, они так и зовутся ассирийцы. Есть они и в пределах российского государства, немного совсем этих выходцев из Междуречия, которые называют себя ассирийцами. Есть частично, этот народ сохранился в Ираке. Но вот государства с таким названием после 612 года до Рождества Христова больше не было. Наконец, 15 стих, самый важный в первой главе книги пророка Наума, и не только в первой главе, но и во всей книге пророка Наума, самый важный центральный стих его книги, это заключительный 15 стих первой главы. Я его прочту. «Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир, празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет больше проходить по тебе нечестивый, он совсем уничтожен». Вот это пророчество, оно имеет скорее эсхатологическую перспективу. Говорится о том дне Господнем, как говорят пророки, в последние дни, то есть в конце истории, когда будет восстановлена божественная справедливость, когда будет вновь народ Господний, народ Божий жить в своей земле, в изобилии, в благости, в мире, в благополучии, когда, как говорит Михей, и говорит Исайя, «Перекуют мечи на орала, копья на серпы или на садовые ножницы, не будут более учиться воевать, наступит всеобщий мир и благоденствие не только в земле Израиля, но и по всей земле». Вот об этих временах здесь, видимо, говорит пророк Наум. Потому что в ближайшей для пророка перспективе эти слова еще не исполнились. Придут вавилоняне, разрушат Иерусалим, сожгут храм, наступит долгий вавилонский плен, потом персидская, более благоприятная для израильтян эпоха, для иудеев, потом греки со своей эллинизацией, с которыми будут бороться братья Маккаби, маковейские войны, потом жестокая римская власть на долгие века, потом Средневековье, потом, наконец, XX век и XXI, в котором мы живем, но окончательное избавление от всех врагов наступит в эскатологические времена, в то мессианское эскатологическое время, которое лишь возвещается пока и присутствует лишь в начатке, но торжество и сила Царства Господнего, Царства Христова, которому не будет конца, как мы исповедуем в символе веры, оно еще впереди, и полная власть, когда будет единый Царь, единое Царство, Господне Царство, которому не будет конца, оно еще ждет, это пророчество, и это упование, и наше христианское упование, оно еще ждет своего исполнения. Этот пятнадцатый стих пророка имел очень счастливое эхо в новозаветной литературе, в книгах Нового Завета. Например, в книге «Деяния апостолов», в десятой главе, мы читаем о проповеди апостола Петра, десятая глава, это крещение Петром, Корнилия, а потом проповедь Петра звучит в доме Корнилия, и вот в этой проповеди, которую Петр обращает к Корнилию, к его семье, обращенных из язычества в христианство, и ко всем слушателям, собравшимся в доме Корнилия, он, среди прочего, обращает следующие слова. Я читаю 34 стих десятой главы «Деяний». Петр отверз уста и сказал, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему». И вот дальше содержится цитата из книги пророка Наума, 36 стих. «Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа, сей есть Господь всех». Итак, в интерпретации апостола Петра благовестника, о котором говорится в 15 стихе первой главы книги Наума, вот на горах стопы благовестника, этот благовестник, говорит Петр, Господь наш Иисус Христос. Сей есть Господь всех. Он благовествует мир. Бог благовествует мир, как говорится в 35 стихе десятой главы «Деяний». Бог благовествует мир всем через Иисуса Христа. Здесь, в «Деяниях» благовестник, Наумов благовестник, это Христос. Далее есть еще несколько стихов, два из которых я сейчас прочитаю из Нового Завета, где более, где дается несколько иное толкование, кто такие благовестники. Римлянам 10-15. Послание апостола Павла христианам Рима, 10 глава, 15 стих. Вот что пишет Павел о римлянам. Он задает риторический вопрос. Как проповедовать, если не будут посланы? Как написано? Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Несколько вольно Павел цитирует Наума, но совершенно очевидно, что цитата именно из книги пророка Наума. Как прекрасны ноги благовествующих мир. Здесь благовестники это апостолы и ученики апостолов, христианские проповедники. И, наконец, еще один стих из послания к Ефесянам из 6 главы, где Павел описывает то все оружие, в которое должен облечься каждый христианин. Это облачение римского воина. И вот, в частности, в последней главе в 6, я прочту два стиха, 14 и 15. «И так станьте, приповесав чресла вашей истинную и облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир». Здесь также совершенно очевидно намек, и даже, можно сказать, цитата из книги пророка Наума. Здесь благовестники уже все христиане. Каждый христианин, а именно тот верный, о котором во всем этом отрывке говорится, «Братья мои, укрепляйтесь Господом, облекитесь во все оружие Божие, каждый член эфесской общины и вообще все читающие послания к эфесянам и вообще все христиане должны облечься во все оружие Божие, быть воинами христовыми». И вот один из элементов этого обмундирования христианского это сандалии. Воин не может участвовать в сражении без сандалии. Он будет чувствовать себя неуютно, неудобно, и сандалии как раз позволяют ему быстро и легко передвигаться в сражении. Так вот, это обувь, это готовность благовестовать мир, пишет апостол Павел. Этот золотой стих книги Наума, 15 стих, его первой главы, актуален таким образом и для нас, дорогие друзья. Будем же и мы с вами помнить о том, что Христос пришел возвестить мир всем. он посланный Богом, благовестник этого мира для всех народов. Будем помнить о том, что апостолы выполняли посланничество Иисусова и тоже благовестовали мир. И будем помнить о том, что это посланничество задача, обязанность благовестовать мир. Блаженный миротворцы, сказано в Евангелии, благовестовать мир, быть примирителями. Но мир не тот мир, который заключают народы между собой, а мир Божий, который превыше всякого ума. Мы должны благовестовать божественный мир, божественное примирение всех. Все должны примириться, потому что этого хочет Господь. И должен быть тот мир, нерушимый, несокрушимый, который как раз возвещает Христос, возвещают апостолы, и должны возвещать мы. Мы должны быть миротворцами, должны исполнять божественную миссию, которая состоит в проповеди христианства, которую уже предвозвещают на ум в своих словах о стопах благовестника. И должны мы прилагать все усилия к тому, чтобы был мир между людьми. Запись делается для библейского портала Экзегет. Редактор субтитров Корректор А.Егорова